Друзья, снова привет! Мы снимаем последнее заключительное интервью. Не грустите, мы вернемся через несколько месяцев с BarFace Open Cup. И напоследок у нас замечательный сюрприз для вас. Мы будем общаться с верхушкой чемпионской команды Rebels. С нами и менеджер команды, и лидер, и, я так понимаю, идейный вдохновитель. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите. Дмитрий Харт, клан-лидер команды Rebels. Вдохновляю парней, организовываю, ругаю, в угол вставлю. Ну и т.д. и т.п. Сколько лет уже? Сколько? Ну, у нас клан 12 апреля 2012 года организованный. Уже довольно-таки давно. Одни из старичков. Стараемся держаться стабильно, тренироваться, ну и так далее. А вообще сколько состав? Состав, который сейчас выиграл, у нас буквально два с половиной месяца играл. Он как бы не был прогодной. У нас был один состав. Два человека ушли. Координатор и штурмовик. Был другой состав. С него в первый состав людям приговорили. Отограли Миксом. Понравилось. Выигрывали. Решили остаться. Я одобрил. И получилось. В принципе, выиграли. Вы ребят уже праздновать, что ли, отправили? Нет, они вон тоже интервью дают на соседнем. Понятно. Я думала, что вы... У нас капитан состава и координатора чуть-чуть приболел. У него температура хорошая. 38,5. Он играл в температурном турнире. Мы его сейчас в баньки, таблетки дадим, накормим, напоим и с патушкой. Куда отмечать? Мы заботимся о своих ороках. Как ребята, как правило... Точнее, как они... Были ли они морально готовы сегодня побеждать? Конечно. Кто настраивал? Вы или вы? Я настраивал, конечно... Ну, глупо приезжать на финал не за победой. Зачем? Ты приезжаешь, чтобы просто обыграть. Это глупо просто. Если приехал, то надо побеждать. Но вот ответственность не давила такая, что на них... Нет, нет. Все ребятки, которые приехали, уже приезжали на опен играть. Кроме Турш-Штурмяюка, он первый раз, но он себя показал очень достойно. Остальные уже по второму, по третьему разу приезжали на опен. Уже психологически не болеясь толпы. Мы отыграли, все. И парень влился в коллектив. Все красавчики. Я всеми очень доволен. Отлично. Какие поощрения ожидается ребятам, игрокам? Расцеловал всех. В щеки, в румяные. Им понравилось? Конечно, понравилось. Они аж улыбались очень сильно. Состав теперь, следующий опен кап, не за горами, можно сказать. Состав будет тем же? Вы уже решили? Конечно. Состав сформированный, состав тренированный, состав сыгранный. Я вообще рассчитывал, что у меня на зиму выйдет два состава. У нас четыре состава очень хорошо тренировались. Должны были выходить, но там по глупости они не вышли. Но я надеюсь, что у меня на весну выйдет как минимум два состава на финал. Это я надеюсь. Я буду до этого добиваться и буду стараться, чтобы они вышли. Этот состав никуда не денется. Он будет сыриваться. Он показал, что он играбельный, лановый. Он может зарабатывать денежку для себя. Может выигрывать. И зачем? Зачем? Парни тренируются, выиграют. Они были чемпионами. По крайней мере, двое из них. Сашка и заместитель. Были чемпионами лета. И глупо было бы менять парней, если они играют. Как будете теперь со звездной болезнью бороться у тех, кто уже? Парни уже играли и как бы не заразились этим. Все простые, все нормальные пацаны. Поэтому таких проблем пока не возникало. Звездной болезни не имеет ни в коем случае. Мы за это ставим в угол. На колени, на горох. Я воспитываю. Нет. Парни, они знают, за что они играют. Что они могут заработать. И они очень ответственны. У нас капитан очень толковый. Сегодня с температурой отыграл 38,5. Как вы видите, выиграл финал. Роллдозер, редкар. Ну, красавчик. С утра мы его вечером накормили таблетками. Ложили спать. Утром встал и выиграл финал. Зачем их наказывать. Они сами себя стимулируют. Они молодцы. Просто я очень люблю их. Отлично. Ну что ж, значит, следующая задача. Два состава на лан-финале, да? Как минимум. У меня игровых составов 4 сейчас на данный момент. Три очень хороших. Один сыгрывается. Он у меня играл полтора недели. И они просто играли полтора недели. Не сыграли, темплей не хватило. Они могли бы выйти тоже на лан-финале. У меня задача, как минимум, на весенний опен выдвинуть два состава на финал. Ну, это задача минимум. Будем стараться. Четыре состава, получается, боевых, да? Руководитель, менеджер. В общем, не хватает теперь еще тренера и психолог командного. Есть какие-нибудь... У каждого состава есть капитан. Он же является координатором. Он же, да, тренером. Он же расписывает стратегию темплей, стяжки и т.д. и т.п. Я полностью ему доверяю. Я не влезаю. Вы знаете, вот как бывает в кланах многих, там, клан-лидер начинает задавливать, да, инициативу. Я не лезу. Если я вижу, что капитан толковый, я ему полностью доверяю. Я, там, там, Саша, я Кар. Я говорю, ребят, на вашу ответственность отдаем, там, четыре человека. Вы отвечаете, вы готовы? Да, готовы. Все, они тренируют. Они тренируют и выиграют. Доверие главное людям. Да, да, да. Ну и отлично, значит, на доверие в следующий сезон с чемпионскими составами. Два состава, как минимум, два состава Реблсову должны выйти в финал. Надеемся. Ну, посмотрим, посмотрим, да, в следующем сезоне. Ну и в заключении у нас традиция обращения к фанатам комьюнити. Да, ну я хочу первонаприво передать привет своей жене, Ксении, Ксюш. К нам я смотрела сыну Кириллу, геймеру начинающей, всему Реблсу. Все красавчики, я вас люблю. Также еще привет Дениску Дашке Фори, нашим знакомым, да. И большой привет всему Донбассу. Донбасс, держитесь, все будет хорошо. Присоединяюсь к вышесказанному, да, и клан у нас действительно давно сыгранный, хороший. И как бы в дальнейшем только развиваться, расти и побеждать снова и снова. Димон реально вот клан-лидер, мы с ним еще с Пойнт Бланка вместе, то есть, ну, человек, который за собой ведет, и за ним хочется идти и побеждать. И не ради там славы, денег, а просто из-за того, что на человеческих отношениях. Поэтому, думаю, все у нас будет хорошо. Ну и отлично, на великолепной этой ноте заканчиваем, отпускаем всех спать. Все, спасибо. Спасибо.